Девушки отдыхают Девушки отдыхают Одно из ее удивительных свойств Жизнь на Земле исчезнет После того, как ученые выдвинули гипотезу о существовании воды памяти, перед человечеством открылись невероятные перспективы. Человек приблизился к разгадке главной тайны воды. Что такое вода? В принципе, мы все это знаем. Это то самое вещество, без которого не может существовать ничто живое. Вся жизнь, все живое основано на воде. Вода, она приближается к свойствам живого вещества. И если говорить об этих свойствах, она напоминает нам живое вещество – вода. До недавнего времени считалось, что свойства воды зависят от ее химического состава. С этой точки зрения воду разделили на живую и мертвую. Живая имеет щелочную среду. Мертвая – кислую. Казалось, что у воды не осталось больше тайн. Мы должны обратить внимание на воду, потому что она выглядит, как очень легко изменяемое вещество. Опасность и трудность заключаются в том, что существует так много видов воздействия. В одной из закрытых лабораторий Германии в 60-е годы прошлого века произошел необъяснимый случай. Лаборантка уронила в сосуд с дистиллированной водой запаянную ампулу с сильнодействующим ядом. Не желая афишировать свою оплошность, она так и оставила ее лежащей в воде. Ампула была обнаружена только спустя три дня. Поскольку она была герметичной и не представляла особой опасности, ее извлекли и про инцидент решили забыть. Впоследствии этой водой напоили лабораторных мышей. Через некоторое время мыши лежали мертвыми. Воду тут же подвергли самому тщательному анализу. С химической точки зрения она оказалась безупречно чиста. То есть вода, не соприкоснувшись с ядом, каким-то образом переняла его свойства. Получила от яда негативную информацию. Впитывать информацию. Сливать. Черпать. Переливать из пустого в порожнее. Жажда информации. Ее утечка. Лавина. Почему люди всегда наделяют информацию признаками и свойствами воды? Она также может просочиться. В ее потоке легко захлебнуться. Информация бывает сухой и сырой, утверждаем, не задумываясь мы. Но язык не может ошибаться. Потому что именно он хранитель самых древних и глубинных смыслов, сформировавшихся на заре человеческой истории. А это значит, что информация действительно либо состоит из воды, либо обитает в ней. Но не на молекулярном уровне. Структурная информация — это ключевое слово. Структурный информационный образец создает образец в воде. Давайте я приведу вам пример для наглядности. Графит и алмаз имеют одинаковый химический состав. Только углерод. Чистый углерод. Но здесь мы можем преобразовать графит в алмаз за несколько секунд, ничего к нему не добавляя. Так что самое мягкое вещество в мире превращается в самое твердое вещество в мире без изменения химического состава. Таким образом, этот пример просто подчеркивает, что структура важнее химического состава. Молекула воды представляет собой диполь. То есть с одного края у неё преобладает отрицательный заряд, с другого — положительный. Это известный факт. Одна молекула воды отрицательно заряженным краешком может притянуть к себе другую молекулу за её положительный край. Ещё одну молекулу. Ещё. Так формируется структура воды. Она подвижна и недолговечна. Но иногда среди меняющихся форм можно увидеть стабильное образование. Кластеры. Именно в этих структурах хранится информация, запечатлённая водой. Когда мы говорим о запечатлении, мы говорим об измеримом изменении структуры воды, регистрируемом при помощи определённого экспериментального инструмента в физическом мире. То есть совершенно объективным образом. Вода — уникальная вещь. Она обладает памятью и запоминает всё, что её окружает. Техногенная обстановка, лес, поле, грузчики в магазинах, продавцы. Всё, что её чистит, всё, что её восстанавливает. Всё, что мы видим, слышим, ощущаем — это сочетание световых, звуковых, электромагнитных и многих других волн. Каждая форма жизни — бактерия, насекомое, животное, человек — воспринимает их по-разному. В своём, точно определённом диапазоне. И только вода способна принимать весь спектр существующих в природе частот и под их воздействием становиться живой или мёртвой. Есть такие структуры, которые относятся к мёртвой воде. Есть такие структуры. Это мёртвая вода. Если вы будете поливать, то вы ничего не получите от полива этой воды. Мы можем сказать, что вода — это действительно один из самых чувствительных индикаторов наличия каких-то полей, каких-то влияний в окружающем пространстве. Эти влияния, воздействуя на воду, структурно меняют её. При этом для человеческого восприятия вода остаётся такой же. У неё нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха. И в то же время на Земле не найти одинаковой воды. Она как чистый лист, изменить который способен малейший штрих. Великий художник Леонардо да Винчи в своих записях о воде отметил, вода принимает особый характер столько раз, сколько существует разных мест, где она течёт. Есть один очаг долгожительства, причём бесспорно признанный, занесённый в книгу рекордов Гиннесов, это остров Окинава в Японии. Там удивительно долго живут люди, при этом они очень много работают, и очень мало у них заболеваний человечества, таких как ишемическая болезнь, атеросклероз, сахарный диабет, онкологическая патология. Выяснилось, что они пьют природную воду, так как Атол стоит на Коралловых островах, вода с органическими минералами. Эти природные образования не только безупречно красивы, но и на редкость долговечны. Самому древнему насчитывается 600 миллионов лет. Именно от кораллов вода узнает, что жить можно очень долго, оставаясь при этом крепким и молодым. Затем она передает эту информацию водной среде организма человека, настраивая его на долголетие. Самое общепризнанное место это местечко высокогорья Пакистана, которое называется Хунзакут. Там люди живут ну просто бесконечно долго. Наша средняя продолжительность жизни 57 лет приблизительно, а есть народы, у которых 100 лет продолжительной жизни, то есть практически в два раза. И когда ученые начали выяснять, за счет чего такие резервы, потому что еды нету, кислорода мало, высокогорья, то есть практически никаких условий для жизни таких серьезных, да, а люди живут себе и живут. Выяснилось, что характер воды, которую они потребляют, является совершенно другой. Речь идет о воде, стекающей при таянии ледников по крутым склонам гор. Во время этого пути хрустальные ручьи наполняются энергией солнца и камней, выбирают информацию об особенностях почвы, определенном составе минералов и горных пород. Впечатления такой воды наполнены чистым воздухом и землей нетронутой цивилизации. В Японии есть ученый по имени Эмото. Вот он показывает картинки впечатлений воды. Но мы этого наверняка еще не знаем. Мы не можем этого доказать. Все эти фотографии сделаны в лаборатории доктора Эмото. Кристаллы различной формы. Это и есть впечатление воды. Так вода отреагировала на включенный компьютер. Телевизор. О этой воде показали фотографию дельфина. С помощью теории резонанса и возникновения эха образ с квантового уровня направляется в материальный мир. Вот как это происходит. Еще Макс Планк сказал, что все есть волна. То есть, когда мы пишем, например, слово на бумаге прикладываем к воде и видим, что кристалл воды изменяет, это означает те изменения самой воды под воздействием тех частот, которые несем мы под этим словом. На колбах с водой написали «Ты хороший, ты дурак, ты красивый». В лаборатории Леонида Извекова воде дали прослушать лунную сонату. Музыку Вивальди. Тяжелый рок. Учитывая, что за свою жизнь человек потребляет 75 тонн воды через нас организм проходит огромное количество разноинформационной, разнохимической, разноструктурной, ну и вообще, так сказать, разной воды. Человек на 4 пятых состоит из воды. При потере 2% жидкости у него появляется жажда, 10% галлюцинации. При утрате организмом свыше 12% воды наступает смерть. Живший тысячу лет назад восточный ученый и врач Авиценна, наблюдая несколько дней за дыней спелой и сочной, которая со временем стала сморщенной и высохшей, сделал простой вывод. Старость это всегда сухость. Современные ученые говорят об этом иначе. Старость это потеря клетками организма воды. То есть мы собственно одушевленная вода. Причем ребенок в утробе матери состоит практически на 92-93% из воды. А когда мы умираем мы состоим на 50% из воды. То есть вся наша жизнь это по сути дела обмен воды с водой и в воде. Летом 1794 года в Ослятинской пристани на Уральской реке Чусовая тяжело заболел старший охотничий ватаги Авраами Крицын. Горлом шла кровь сопровождавшаяся болями в животе. Казалось смерть неминуема. Но ватажники отнесли Авраамия в тайгу на источник который вагульские шаманы считали священным и целебным. охотник провел у источника почти два месяца пил оттуда воду и купался. По окончании этого срока он почувствовал себя полностью здоровым. Одновременно с этим пересох источник. Он восстановился только весной следующего года после таяния снегов. Врач немец Генрих Кноп служивший в заводах Демидова на реке Чусовой описывая этот случай в своих дневниках механизм исцеления объяснить так и не смог. Это похоже на ввод корректирующей информации в компьютер если провести аналогию между пациентом и компьютером. В результате получение этой информации помогает пациенту с медицинской точки зрения. Известно что клетки больного органа окружены неструктурированной водой. Ученые предположили что ее можно восстановить с помощью воды обладающей особой устойчивой структурой. Следующим шагом стало изготовление такой воды. Для этого в лабораториях искусственно создавались условия при которых вода получала благоприятную для себя информацию. Это грозы это разряды это движение воды это ее бурление это ее кипение это переход из одной фазы в другую и вот когда такие условия будут соблюдены тогда мы получим активную воду. Ту самую воду которую можно встретить в природных источниках вдали от цивилизации. Мы говорим живая вода то есть та вода которая с радостью как бы воспринимает живая клетка. Каков механизм воздействия структурированной воды в каждой конкретной ситуации? Направлен ли он конкретно на иммунную систему на мозг или что-либо еще? Ответ таков воздействие направится туда где оно необходимо. Еще один способ программирования воды воздействия на нее слабыми полями сопоставимыми по силе с электромагнитным полем человеческого сердца. Такую воду предлагают пациентам вместо привычных лекарств. И я знаю, что это работает в ситуациях, когда фармацевтическая медицина не сработала. Когда вы наблюдаете такие ситуации в клинической практике, это весьма впечатляет. Я бы назвал это направление информационной медициной. Так что один из самых важных аспектов, прорыв, на который мы надеемся, это понимание наукой того, что важного в структуре. Мы тогда сможем запечатлевать в воде эту структуру и создавать милосердные лекарства, милосердные средства исцеления. Околоплодные воды беременной женщины являются кластерной водой. Под микроскопом это выглядит как плотно прилегающие друг к другу четко сформированные группы молекул. Создается впечатление, что вода как будто пытается защитить зарождающуюся жизнь, направляя на ее сохранение и развитие все силы организма будущей матери. Выяснилось также, что и клетки новорожденных содержат такую воду. Стремительно заморозив и рассмотрев ее при увеличении в 20 тысяч раз, можно увидеть снежинку невероятной красоты. С возрастом эта снежинка как правило меняет свою форму. Мы провели очень интересный эксперимент по воздействию фотографий одного и того же человека в различном возрасте, то есть от 7 до 44 лет, что интересно, полученные кристаллы на всех этих водах имели как одинаковые фрагменты, так и некоторые различия. Это еще 7 лет, сам кристалл светится, он добрый, нет еще на нем ничего такого напускного, то есть это ребенок, поэтому и кристалл такой, детский кристалл, который чистый кристалл. 25 лет. 44. Так выглядит накопленный человеком в процессе взросления жизненный опыт. Наше предположение, как бы человек приходит на эту землю с определенной какой-то задачей, и вот по отображению, вернее, в этих кристаллах через фотографии мы видим, как изменяется его программа, то есть он что-то сделал правильно по этой программе или неправильно. Получается, что водная среда нашего организма отражение не только его физического здоровья, но и эмоционального. От нее не скрыть дурных мыслей, не обмануть лестью. Наша вода тонко чувствует нежность и доброту. Уловив малейшее раздражение или зачатки зла, вода в организме человека тут же начнет меняться. Подобно этому вместе с развитием цивилизации стремительно меняется естественная структура рек и озер. Способна ли современная наука повлиять на этот процесс? Известен опыт турецких ученых, когда в погибающее озеро добавлялась так называемая ионизированная вода, и буквально в течение нескольких часов озеро преображалось, становилось чистым и прозрачным. Но вместе с болезненной микрофлорой исчезали и все полезные микроорганизмы. Можно предположить, что в результате этого воздействия в воде образовалась структура агрессивная ко всему живому. Применение российскими учеными сверхслабых электромагнитных полей определенной частоты дало совершенно другой результат. Мы работали с озерами больными, так скажем, то есть которые имели явную тенденцию на вырождение. А после того, как мы вмешались в этот процесс, правда, это заняло очень значительное время, то есть мы обычно около трех лет занимаемся таким процессом, все оно стало здоровым, то есть оно восстановило способность к гомеостазу. То есть проблема деградации озера была решена. Вода в этом озере снова стала гореть. Горение это особое свойство живой воды, отличающей ее от мертвой. Способность самостоятельно избавляться, сжигать в себе вредную органику. Ученые исследовали несколько образцов бутилированной и водопроводной воды. Естественного горения не было обнаружено ни в одном из них. Водопроводная вода начнет сама гореть только после того, как в ней выгорит все, что ее загрязняло. Поэтому ее и отстаивают. Оказавшись в трубах, вода лишается кислорода, солнечного света и контакта с землей. Вместо этого темное ограниченное пространство. Вместо плавного русла резкие повороты в прямые углы. Преодолевая их, вода наполняется новой информацией о насилии по отношению к себе и людей друг к другу. Завистью, раздражением, злостью, скандалами. Этими вибрациями заполнен водопровод. Вода переносит их по цепочке бесконечных труб из одного дома в другой. мы ослабляем воду настолько, что она для нас, людей, животных и растений становится нагрузкой, а не помощью. Она может намочить, но не имеет силы и энергии. Освободившись от неестественных условий, с каждым новым глотком кислорода, вода частично возвращает свою утраченную силу. Ее надо сутки отстаивать, причем регулярно помешивая, для того, чтобы этот газ, хлор, имел возможность выйти. Даже когда мы стоим под душем, мы получаем 10 предельно допустимых концентраций хлора, потому что это газ. Хлор в водопроводе по сути заменяет кислород, но фактически сжигая болезнетворные бактерии, он забирает у воды ее собственный огонь. Вот если горящая, то тем самым так или сразу ничего не будет, потому что у нас огня своего хватает, но он в общем-то потихонечку затухает. И как мы говорили, физиология у нас сцеплена с вегетатикой, вегетатика сцеплена с нервной системой, это все оказывает влияние на наши мысли и эмоции. Эмоции человека это вода, говорил Леонардо да Винчи. Именно форма потоков внутри человека определяет его характер. Существует историческая версия, что знаменитое описание всемирного потопа, сделанного Леонардо да Винчи, привело в восторг короля Франсиско Первого. Мрак, ветер, буря, наводнения, горящие леса, вода, сметающая деревья и города, разбитые на куски корабли, бьющиеся оскалы в бескрайнем океане водяного гнева. Франсиск Первый в разговоре с Леонардо обронил, как бы я хотел пригубить хоть каплю такой воды. Я вам налью ее, ответил Леонардо. Мы не знаем, что в тот вечер выпил король Франции из бокала, поданного художником, мы знаем только результат. Франсиск вошел в историю своей страны как король-победоносец. А рецепт воды гнева Леонардо да Винчи унес с собой в могилу. Мы обратили внимание на то, что вода также чрезвычайно сильно реагирует на присутствие человека. Именно человека. Мы не имели возможности специально отследить, дифференцировать воздействие человека и других и животных. Но то, что воздействие человека является мощным возмущающим фактором и соответственно проводить эксперименты по влиянию на воду слабыми полями и при этом не учитывать нахождение рядом с водой человека невозможно. То есть первое, что мы должны сделать для чистого проведения эксперимента это изолировать человека. Он не должен быть в непосредственном контакте с водой. Мы проводили эксперименты, я не говорю научные эксперименты на высоком уровне. Это просто такие научно-популярные опыты. Наши ученики направляли энергию в воду при помощи собственного намерения. Поливали этой заряженной энергией водой растения, а другие растения поливали обычной водой. и растения вырастали вдвое больше, давали больше цветов и выглядели намного более здоровыми, чем те, которые поливали обычной водой. Вода улавливает малейшие изменения в настроении человека. Любое наше состояние это потоки вибраций. самые светлые из которых рождаются любовью. Ее могущество заложено уже в самом слове. Современная наука считает, чем слово древнее, тем большей силой оно обладает. Отдельным направлением влияния на окружающую природу и в частности на воду является влияние молитвы. Потому что молитва это не просто медитация, это не просто какой-то определенный ритуал или действие, а это подключение к некоторым уже более высоким энергетикам. Поэтому даже человек, никогда не слышавший молитвы, способен угадать ее вибрации. А вода под воздействием этих слов стать живой. В России ходит слава необыкновенной живительной силе трехзвонной воды, которая исцеляет от любых болезней. Ее берут из трех церквей, расположенных так, чтобы звон одной не был слышен в другой. Это происходит при полном молчании. Потом воду также, не проронив ни единого слова, сливают вместе. Человек, несущий сосуд с трехзвонной водой тяжело больному, ни с кем из встречных не должен разговаривать, иначе целительная сила уйдет. Я считаю, что диалог с водой, диалог между водой и человеком имеет очень важное значение. Каждый диалог с водой равнозначен тому, что человек разговаривает с самим собой через зеркало. Через диалог с водой человек исправляет и подтверждает самого себя. Этой воде приказали «делай это!» А этой предложили «давай это сделаем!» А так выглядит слово «спасибо», произнесенное на разных языках. «давай» И если мы говорим о том, что 85% воды, которые составляют наше тело, подвергаются такому воздействию, мы воздействуем на огромный объем воды в человеческом существе. Мы на самом деле можем наблюдать, что в воде происходят изменения в связи с этими тонкими влияниями. Если есть изменения, значит, там есть отпечаток. Поэтому раньше говорили, не садитесь пить чай с человеком, который вас не любит. То есть на чай приглашали людей, которые интуитивно друг другу нравились. Именно по этой причине, потому что идет практически программирование воды. В самом начале 19 века в Нижнем Новгороде жил торговец с рыбой купец Никита Гурьев. Его жена Настасья славилась редкой красотой и добротой. Но счастливой семейной жизни у этих замечательных людей не получилось. За 8 лет жена так и не сумела родить мужу наследника. Однажды старая нянька Аглая рассказала своей воспитаннице о чудотворном источнике в Дивеево, вода которого помогает от бесплодия. На крещение в семействе Гурьевых родился сын. Программа зарождения новой жизни каким-то образом попала в организм молодой женщины. То есть молекулы в какой-то части клетки влияют на воду. Вода влияет на воду, которая рядом с ней, которая, в свою очередь, влияет на молекулы где-либо еще. Таким образом вода на самом деле используется для передачи информации внутри клетки. Именно после посещения источников Дивеева последняя русская императрица Александра Федоровна родила наследника сосаревича Алексея, появление которого так долго ждали. Недаром говорят о том, что существуют намоленные места. И мы проводили специальные эксперименты, мы ставили воду в эти места, мы ставили воду около людей, которые молятся. и опять-таки в большинстве случаев мы четко видели изменение информационной структуры воды. То есть энергетика воды, находящейся в поле молитвы, четко меняется. Картина крови меняется при молитве. Причем это изолированная капля крови, которая берется и смотрится в течение минуты, пока она еще жива. И она меняется на очень многие факторы. Не имеет значения, на каком языке вслух или мысленно произнесена молитва. Возникновение структуры зависит только от искренности и силы чувств человека. креста, полученный из источника Сергия Радонежского, мало того, что он имел и шестилучиковую структуру, при детальном рассмотрении одного из лучей на данном кристалле, мы обнаружили свечение в виде креста. То есть, это было настолько изумительно, это была такая великолепная картина. Я не знаю даже, с чем это сравнить. То есть, это оригинальный кристалл, это очень и очень красивый кристалл. Мёртвое море. Самая низкая отметка земного шара. Самое солёное море Земли. Феномен, который многие учёные связывают с тектоническими процессами. Но, согласно древней легенде, некогда здесь располагались два города, жители которых изнывали от роскоши и безделья. Предположительно, в 2000 году до Рождества Христова, вследствие страшной природной катастрофы, города были стёрты с лица земли. Всё, что осталось от них, это море, в котором нет жизни. Величайшая человеческая сила, сила духа, сила мысли, которую можно использовать позитивно или негативно. Используя её негативно, человек загрязняет свою жидкость и общую воду, находящуюся в прудах, реках, озёрах, морях, а также и в воздухе. А если мы мыслим позитивно, мы очищаем воду. На воду можно влиять как с расстояния метр, километр, так и с другого конца земного шара. Мы такие эксперименты проводили, мы проводили эксперименты по влиянию на воду из Японии, из Германии, из Соединённых Штатов. Это были достаточно аккуратные лабораторные эксперименты, и они показывали, что воздействие есть, оно объективно измеряемо, и оно действительно не зависит от расстояния. Русский философ и учёный Александр Чижевский ещё в 30-х годах прошлого века описал поразительные явления. Наблюдая за колонией бактерий, он заметил, что время от времени эти спокойные микроорганизмы начинают проявлять непривычную активность. Чижевский установил, что волнения одноклеточных происходят одновременно со вспышками на Солнце. Солнечному свету ещё предстоит идти до Земли целых 8 минут, а бактерии уже знают об изменении. Улавливая изменения во Вселенной, вода тут же меняет свои свойства и на Земле, и в организме живых существ. это происходит одномоментно. Профессор инюшин построил на этом концепцию предсказаний землетрясений по биопредвестникам. В специальную изолированную ёмкость помещена биомасса из растительных клеток и бактерий, которые на 95-98% состоят из воды. В эту же ёмкость вмонтирован стеклянный столб с водой. Информация поступает в него только из космоса и ядра Земли. Малейшие изменения и биомасса тут же отреагирует, сменит электрический потенциал. Мы включаем и смотрим. Ага, константно. Сохраняется, да слава тебе, Господи, пусть сохраняется. Значит, город в безопасности. А если вдруг пошло вот там колебание сильнейшее, в микротоках тоже, то есть структура начинает нарушаться тоже, токи пошли, значит, дело опасное. То есть, перед нами уже катастрофа через несколько дней. Эксперимент продолжается уже три года. За это время удалось с высокой точностью предсказать наводнение и землетрясение в Японии, Юго-Восточной Азии, Индии. Вместе с тем вода из изолированной емкости накопила огромный энергетический потенциал. Это уже мы видели трехлетнюю воду. Она настолько сильно насыщена энергией, что в ней не могут развиваться анаэропные бактерии, никто. Если мы будем использовать биогенную воду, мы сразу потеряем десятки, а может быть и больше процентов будущих наркоманов и будущих алкоголиков. Это несомненно. То есть, если мы ее внедрим в детских садах, в школах, везде, при воспитании грудных детей и так далее, мы создадим нацию, которая будет устойчива, более устойчива к наркотикам, к алкоголю, да и многим другим вредным экологическим факторам. Жизнь должна быть стабильной и постоянной. Эти сигналы из космоса каждое мгновение регистрирует вода. Информация поступает к ней в виде бесчисленных волновых полей, сосредоточенных во Вселенной. Это пространство называют еще энергоинформационным. Но источником энергии является Бог, Творец мира. Это колоссальные силы энергетическая субстанция. И без этой энергетической поддержки не существовало бы Вселенной. Существует такой второй закон термодинамики, хорошо известный ученым, который свидетельствует о том, что система неподдерживаемая извне, в первую очередь энергетически, разрушается, не способна существовать. Почему-то мы с легкостью оперируем такими законами по отношению к физическим процессам, но там, где речь идет о духовной жизни, вдруг становимся совершенно бесчувственными. Множество раз на протяжении истории ученые в лабораторных условиях пытались вырастить живую клетку, иначе говоря, искусственно воспроизвести жизнь. Смешивались уже известные компоненты живой материи, моделировались специальные условия, но это всегда заканчивалось неудачей. Разложили на полочке, знаем, где, какие молекулы, как их надо соединять, какими концами, когда, в какое время, и так далее. Все это в нашем гигантском компьютере записано. Но начинаем это делать, живого не получается. То есть жизни все равно нету. Жизнь это направленный информационный процесс, который был связан с особыми свойствами прежде всего воды. Все изначально было сотворено или же во всем есть вот это вот присутствие значительное присутствие воды как части сотворения, но в то же время наверное в большей степени в пропорциональном отношении вода упоминается в Коране как то изучая что люди должны для себя понять и доказать существование Бога. Леонардо да Винчи создавая свои картины использовал особый принцип структурного совершенства. Он называл его золотым сечением при котором соотношение большей части отрезка к меньшей а всего отрезка к большей было равно 0,618 тысячных. Фибоначчи и Леонардо да Винчи и многим другим гением человечества было дано знание о существовании особых законов гармонии которые являются основой всего совершенства. законы сами как мы знаем не возникают сами по себе значит есть законодатель но это уже выходит за рамки моих профессиональных интересов скажем так по-человечески это мне помогает совсем недавно ученые выдвинули сенсационную гипотезу законы мироздания записаны в воде золотая пропорция она же божественная суть была обнаружена в молекуле талой воды в обычной воде угол между атомами водорода равен 104 градусам в талой воде этот угол неизменно 108 градусов а соотношение длин водородных связей 0,618 тысячных это особенное состояние воды замерзая а затем оттаивая вода стирает из своей памяти всю информацию сохраняя одну единственную базовую программу жизни именно по этой программе создавалось все совершенное расположение листьев на ветке лепестков в цветке ниточек в паутине замысловатая раковина улитки молекула ДНК вселенная получается что тот кто создал в бесконечном числе форм этот мир именно через воду сообщил всему живому программу развития в воде находится вся информация о жизни и если мы уничтожим эту информацию мы уничтожим самих себя лепест наша планета не раз покрывалась ледниками всего 20 тысяч лет назад почти половина суши находилась подо льдом земля была заснеженной безжизненной пустыней может быть и библейский потоп и ледниковый период это не более чем реакция воды на взросление человечества вода как бы сбрасывает те накопления которые она провела и очищается ну и соответственно возникает возможность схватывания глубокого схватывания так скажем свежего впечатления нового впечатления возникает возможность впечатлиться и когда тысячи лет назад под лучами солнца лед вновь превратился в воду у человека появился шанс начать все с чистого листа самым важным для человека является поиск ответа на вопрос откуда человек появился зачем он на этом свете и куда он уйдет после смерти я считаю что ключ для разрешения этого вопроса находится в более глубоком понимании сущности воды талая вода подобна младенцу она еще ничего не знает об окружающей действительности и только человек способен наполнить ее новыми знаниями из всех творений именно ему была дана такая возможность вы знаете честно говоря я глубоко убежден что за этим стоит что-то что просто обязывает нас людей к чему-то определенному в первую очередь мы должны быть благодарны что именно нас выбрали из всех имевшихся возможностей если взять вообще человеческую жизнь и посмотреть на нее внимательно мы свободны мы очень многие вещи сами определяем как нам поступать как нам действовать как нам мысли где нам учиться какие идеи принимать какие отвергать как выстраивать свои отношения с Богом верить в Бога или не верить в Бога и вот в этом смысле нужно помнить что вот этот энергетический дождь который исходит вот этот поток энергетический который от Бога идет мы можем либо принять либо поставить некую преграду любовь ненависть сострадание гнев возможность человека разрушать его способность к разрушению злу это не надо никак доказывать это не вопрос веры это очевидная реальность данная нам всем в ощущениях причем повседневных вот идея о том что человек может что-то исправить это уже принцип веры и требует больших душевных усилий и человек как источник энергии потому что в каждом человеке есть такой источник его собственной энергии он распространяет свою энергию на окружающих в этом смысле наши дела наши слова даже наши мысли не нейтральны они воздействуют на окружающий нас мир в бесконечном космическом пространстве мы ищем разгадку самой древней из стаин тайны мироздания но ответ находится здесь на маленькой голубой планете это знание с начала сотворения было рядом с человеком дар который мы называем жизнью был доверен единственному во вселенной веществу способному его сохранить и передать людям в воде на блоке на Emma конец exact пакет электро будет Продолжение следует... Продолжение следует...